Впервые со времен холодной войны Германия получит от Америки дальнобойное оружие, способное достигать территории России. В Москве обещают подготовить военный ответ НАТО. Альянс тем временем укрепляет системы ПВО на своей восточной границе и готовится перечислить 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. О главных решениях, принятых руководителями 32 стран Альянса, в большом нестойке совсем скоро расскажет Андрей Ежов. Осторожный оптимизм. В Вашингтоне надеются на удачный исход переговоров по ГАЗе. В чем заключается суть потенциальной сделки между Израилем и Хамас? В боливийской столице произошли столкновения сторонников действующей власти и оппозиции. Там же всего две недели назад едва не состоялся госпереворот. Чего еще ждать местным жителям в преддверии всеобщих выборов? Проект «Звездные войны». Южная Корея первой в мире развернет лазерное оружие. Для борьбы с северокорейскими беспилотниками. Олимпиады в Париже стартуют через две недели, а безопасность воды в сене все еще под вопросом. Удастся ли вообще провести соревнования на открытой воде? Я приветствую всех, кто сейчас смотрит RTVI. Это Большой Несток, я его ведущая Лиза Паршина. В ближайший час вы проведете со мной и моими коллегами. Расскажем о главных событиях этого четверга. Украина в следующем году получит от НАТО 40 миллиардов евро военной помощи. Участники блока пропорционально разделят траты на поддержку воюющей страны. Это следует из совместной декларации саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне. Документ также закрепил необратимость пути Украины в Североатлантический альянс. Пока речь идет о все больше интеграции Киева, как военном, так и в политическом измерениях. О том, какие еще итоги принес второй день встречи союзников в Вашингтоне, подробнее расскажет наш коллега Андрей Ижов. Юбилейный саммит НАТО проходит не только в деловой обстановке. Торжественный прием в Белом доме и ужин с главами правительств и министрами иностранных дел приурочены к 75-й годовщине создания Североатлантического альянса. Впрочем, общение в неформальной атмосфере все равно свелось к дискуссии о переформатировании НАТО с учетом непростого мирового контекста. Одним из ответов должно быть укрепление нашей промышленной базы. Сейчас Россия находится в состоянии военного времени в том, что касается оборонного производства. Они значительно наращивают производство оружия, боеприпасов и техники. И делают они это с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана. На мой взгляд, мы не можем позволить альянсу отстать. Украина, кроме уже анонсированных поставок систем ПВО, беспилотников-истребителей F-16 и боеприпасов получат в следующем году сразу несколько пакетов помощи от НАТО на сумму в 40 миллиардов евро. Одновременно союзники продолжат адаптировать ВСУ к стандартам Североатлантического альянса. Путь страны к вступлению в блок участники саммита назвали необратимым. В немецком Висбадене на этом фоне создают новое подразделение, которое призвано стать для Украины своеобразным мостом в НАТО. «Мы, Соединенные Штаты Германии, вместе правостоим чрезвычайным вызовом нашему альянсу и нашим народам. Мощь нашего партнерства – это необычайный источник силы в последние несколько лет. Будь то вызовы на Ближнем Востоке или многочисленные проблемы, с которыми мы вместе сталкиваемся в Тихоокеанском регионе». Берлин также берет на себя размещение дальнобойных ударных систем. Развертывание начнется в 26-м году. Руководство Германии идет на такой шаг впервые со времен Холодной войны. Страна получит от Америки зенитные ракеты СМ-6, крылатые ракеты «Тамагавк» и экспериментальное гиперзвуковое оружие, в теории способное достигать территории России. Решение союзников, само собой, вызвало болезненную реакцию Москвы. В МИДе обещают подготовить военный ответ угрозе. Похожие заявления звучат и в Верхней Палате Российского Парламента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, например, считает, что Германии попросту нельзя давать дальнобойное оружие. Одновременно на восточной границе НАТО командование намерено усилить системы ПВО. Уже 23 страны НАТО инвестируют в оборону более 2% ВВП. Эстония в этом году вкладывает свыше 3%. Таким образом, по этому показателю, мы вторая страна Альянса после Польши. Но нам всем необходимо, чтобы союзники делали еще более существенные шаги. Саммит союзников в Вашингтоне стал поводом и для политических переговоров. За 4 месяца до президентских выборов в США Владимир Зеленский встретился с американскими конгрессменами, как республиканцами, так и демократами. Кроме того, украинский президент пообщался с лидерами стран евроатлантического мира. В числе виза-ви Зеленского оказался новый премьер Великобритании лейборист Кир Стармер. Я абсолютно четко дал понять, что смена правительства Великобритании не имеет никакого значения для поддержки, которую мы будем оказывать. Мы были едины в этом вопросе, когда находились в оппозиции. И для меня было очень важно подтвердить это во время встречи с глазу на глаз. Очевидно, что мы подписали первоначальный договор в далеком прошлом. Мы подтверждаем его сегодня, но также обсуждаем с президентом Зеленским, какая дальнейшая поддержка ему необходима. Итоговая декларация саммита НАТО, впрочем, не ограничена тематикой поддержки Украины. В числе главных вызовов Альянс называет гибридные операции Москвы, например, кибератаки. Также евроатлантические союзники осудили ядерную риторику России. Угрозу представляют и авторитарные режимы, которые оказывают поддержку Москве. В их числе называют Северную Корею, Иран и, само собой, Китай. Союзники четко заявили, что Китай не может способствовать крупнейшему в новейшей истории конфликту в Европе без того, чтобы это негативно не сказалось на его интересах и репутации. Партнеры по НАТО встретятся с четырьмя нашими тихоокеанскими партнерами и Европейским Союзом, и мы продолжим усиливать наше сотрудничество в решении общих проблем. Подходы к обороне и безопасности вместе с НАТО координируют соседи Китая, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Официальный Пекин, впрочем, последовательно отвергает обвинения в поставках России товаров двойного назначения. Представители посольства КНР в Америке заявили протест упоминанию страны в декларации как угрозы, назвали происходящее очернением Китая и призвали евроатлантические страны принять меры для восстановления мира. Андрей Ижов и Михаил Винокуров, РТВ Россия не станет принимать участие во втором международном саммите мира, который хочет провести Украина и ее союзники. Об этом заявили в российском МИД. Накануне вечером агентство Bloomberg сообщило, что Киев пытается организовать новый форум до президентских выборов США в ноябре, а также позвать туда представителей России. До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта предположил, что местом встречи станет Саудовская Аравия. Некоторые американские чиновники выразили сомнение, что мирный саммит с участием Москвы все-таки состоится в ближайшее время. Первый мирный форум, напомню, прошел в середине июня в Швейцарии. На нем обсуждали пункты, которые могут завершить российско-украинский конфликт. В мероприятии приняли участие более 90 стран. Россию при этом звать не стали, не приехал на саммит и Китай. Итоговое коммунике подписали 78 государств. Первый транш почти в полтора миллиарда евро может поступить в Киев уже в начале августа этого года. Об этом заявил министр обороны Украины Рустам Умеров после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Выделенные средства, а это прибыль от замороженных российских активов, пойдут на боеприпасы и ПВО для ВСУ, а также на поддержку местных производителей. Общая сумма процентов, по словам Умерова, ежегодно будет составлять 2,5-3 миллиарда евро, то есть около 287 миллиардов рублей. Первый транш Киеву, состоящий из доходов от замороженных активов Москвы, страны ЕС согласовали в конце прошлого месяца. Чуть ранее, 21 мая этого года, Совет Евросоюза утвердил решение по их использованию. Запад, напомню, заморозил российские активы на сумму примерно в 300 миллиардов долларов, практически сразу после начала боевых действий в Украине в 2022 году. Украина и Румыния подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Бухарест, в частности, обязуется поставить Киеву системы Патриот, помочь в разминировании Черного моря и в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Также в документе есть блоки, касающиеся разведки и контрразведки, кибербезопасности и санкций. В то же время в самой Украине сегодня днем объявили угрозу ракетного удара. Об этом и не только в материале РТВА из Киева. Пять ночей подряд не прекращаются комбинированные воздушные удары по Украине. ВВС заявили, что Южные области атаковали дроны и ракеты «Искандер». В центре Вознесенска Николаевской области ракета попала по офисному зданию. Погиб один человек, восемь ранены. На месте вспыхнули два пожара. В соседнем Херсоне сгорели 14 частных домов на окраине. В следствии артиллерийского обстрела погиб один человек, ранены двое спасателей. Они приехали тушить огонь, и район вновь был обстрелян. Число жертв ракетного удара по Киеву возросло до 34. Сегодня часть корпусов детского госпиталя начали восстанавливать работу. Там возобновили подачу воды, электричества и кислорода в палаты. На протяжении ближайших двух недель инженеры оценят, стоит ли отстраивать корпус, куда попала ракета, или сносить. Такие же работы идут у жилого пятиэтажного дома в Шевченковском районе, в котором обрушился подъезд. В зоне боевых действий украинские войска за прошедшие сутки потеряли два села, утверждает Министерство обороны России. Евгеневка и Восход находятся на Покровском направлении к северо-западу от Донецка. Мониторинговые сервисы подтверждают выход россиян за пределы этих населенных пунктов. Украинский генштаб территориальные потери не комментирует, отмечает резкое падение количества боестолкновений за прошедшие сутки. До 92-х. В среду их было 147. Большинство на Покровском и Торецком направлениях в центре Донецкой области. Силы обороны показали, как сейчас выглядит Торецк. Российские войска находятся в нескольких километрах от города. Дорогу туда закрывает поселок Нью-Йорк, где идут уличные бои. Они сейчас, не останавливаясь, продолжают штурмы. Они могут идти в течение 6-7 часов. Что понимается под штурмом? Это непрерывное движение пехоты, даже если их 2-3 человека. Они идут. Они двигаются, стараются подходить, собираются в группы побольше и идут. Так уже происходит в течение последних двух недель. Они максимально давят, ищут лазейки по всем участкам. Обозреватели считают, что в ближайшие недели или месяцы не будет признаков того, что российское наступление на Востоке удается остановить. У ВСУ все еще нет необходимого вооружения и снарядов. Определенный слом ситуации прогнозируют на начало октября. Есть предположение, что мы сможем перехватить тактическую инициативу осенью. По крайней мере, на некоторых участках фронта. Если нам это удастся, благодаря мобилизации и оружию, риторика Владимира Путина кардинально изменится. Начнутся разговоры о том, что о мире он думал чуть ли не с детства. Украина объявила о формировании легиона в Польше. В новые подразделения набирают граждан, которые живут в Евросоюзе. Накануне присоединиться призвал министр обороны. Польский МИД утверждает, что заявки уже подали несколько тысяч человек. Президент Зеленский анонсировал новые поставки оружия от западных союзников. Для Украины мы получили решение о еще пяти патриотах, десятках других систем ПВО. Сегодня решение по самолетам. Будут сейчас и два новых соглашения о безопасности. Также соглашения о поддержке санкций против России. У нас запланированы встречи и не менее десяти переговоров с лидерами стран. Благодарны всей команде за активность. Разноречивые данные о поставках истребителей F-16 озвучивают украинские и западные чиновники. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обещания того, что F-16 будут биться в украинском небе, уже выполнены. Правительство Дании и Нидерландов говорят, что самолеты в процессе передачи. Напомню, появление истребителей в Украине анонсировали весной. Позже в Киеве начали говорить о лете. Это будет в ближайшие недели, потому что половина лета практически позади. В ближайшие недели мы уже услышим о результатах успешного боевого применения самолетов. Это очень важный сигнал. Партнеры продолжают совместную координацию действий для поддержки способности Украины защитить себя. Компания «Укрэнерго» начнет проверять справедливость распределения электричества по стране. Оператор сетей проверит, сколько и как часто включают свет в том или ином регионе. Начнут с Днепропетровской области. Там блэкаутов практически нет. В Киеве же электричество отключают в среднем 18 часов в сутки. Напомню, блэкауты в Украине возобновились 23 марта после начала массированных ракетных ударов по электростанциям. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за минувшую ночь пять беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. Два из них над Брянской областью, по одному над Тульской и Московской. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО в Ступинском городском округе предотвратили атаку дрона, который летел на Москву. На месте падения обломков, разрушений и пострадавших предварительно нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки регион атаковали не меньше 40 беспилотников. Один из дронов атаковал легковой автомобиль в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Мужчина, который находился в машине, скончался от полученных ран до приезда бригады медиков. Еще три человека получили ранения в результате атаки другого дрона также по автомобилю. В самом городе Шебекино, по словам Гладкова, уже этим утром ранения получили как минимум семь мирных жителей. Еще двое пострадали днем в Борисовском районе Белгородской области. Страны Европейского Союза обсуждают, как можно наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Россию на прошлой неделе. Об этом пишет газета Financial Times. Внезапная поездка политика в Москву прошла сразу после начала шестимесячного председательства страны в Евросовете. С Владимиром Путином Виктор Орбан обсуждал в том числе прекращение боевых действий в Украине. Собеседники журналистов считают, что подобное идет вразрез с общей позиции как ЕС, так и НАТО по российско-украинскому конфликту. Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал поездку политической ошибкой, добавив, что Орбан получает желтую карточку. Многие государства-члены Евросоюза в качестве ответа рассматривают бойкот неформальных министерских встреч в Венгрии. Некоторые еврочиновники и вовсе предлагают лишить Будапешт права председательства в Совете. Тем временем, по данным агентства Bloomberg, уже сегодня Виктор Орбан встретится во Флориде с Дональдом Трампом. Темы переговоров пока неизвестны. Двухдневные переговоры о так называемой сделке с Хамас в Катаре пока не принесли результата. Представители Израиля доложили Нитаньягу о позициях сторон и уже завтра вновь встретятся с посредниками. На этот раз в Каире. Тем не менее, в СМИ начали появляться очертания будущего соглашения. Официальный Вашингтон выразил осторожный оптимизм. В чем же заключается суть потенциальной сделки между Израилем и Хамас? Разбирался Тагир Валиди. Методично и не упуская ни одного закутка, бойцы Цахал зачищают развалины этого здания. Может показаться, что они стреляют в пустоту, но здесь нет ошибки. Террористы могут затаиться где угодно. Чтобы мирные жители не пострадали, Израиль призвал палестинцев покинуть город Газа и укрыться на юге Анклавы. Мы хотим уберечь мирных жителей от опасности. Мы не заинтересованы в том, чтобы причинять им вред. Мы пытаемся добраться до террористов, откуда они нападают или где они обустроили базу. Вопрос о Филадельфийском коридоре чрезвычайно важен и является частью переговоров, которые ведутся прямо сейчас. Филадельфийский коридор – узкая полоса земли протяженностью 20 километров, соединяющая сектор Газа с Египтом. Именно контроль над этим участком является для Израиля принципиальным. С помощью сухопутных контрабандистов и подземных тоннелей через Филадельфийский коридор оружие попадает в сектор Газа. Вместе с возвращением израильских заложников контроль над границей с Египтом – ключевой вопрос мирного урегулирования, которое третий день обсуждается между представителями Израиля и посредниками. Ход переговоров позитивно оценивают в США. Мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что дела идут в хорошем направлении. Между двумя сторонами все еще остаются разногласия. Но мы считаем, что эти разрывы можно сократить. И это то, что Брэд МакГерк и директор ЦРУ Билл Бернс пытаются сделать прямо сейчас. Упомянутые Бернс и спецпосланник США по Ближнему Востоку Брэд МакГерк находятся в Каире, где они ведут переговоры с египетскими, израильскими и иорданскими коллегами. К слову, по данным источников газеты Washington Post, уже обозначились рамки будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает трехэтапное разрешение конфликта. Во-первых, шестинедельное прекращение огня в обмен на свободу 33 израильских заложников, освобождение из тюрем сотни палестинцев и вывод армии Израиля из Газы. Во-вторых, формирование независимого от Хамас и Израиля временного правительства Газы. В-третьих, восстановление региона согласно резолюции ООН от 10 июня 2024 года. Прекращение огня в секторе Газа должно разрешить конфликт и на Ливано-Израильской границе. Когда в Газе наступит прекращение огня, мы в ответ прекратим огонь в Южном Ливане. Если израильтяне захотят напасть в Южном Ливане, то мы не останемся без ответа и откроем новый фронт для защиты Газы и народа Палестины. Мы защитим Ливан, наш народ и наше достоинство. Заключение соглашения сейчас сталкивается с противодействием крайне правых в правительстве Израиля и наиболее радикальных членов Хамас. Однако усилия международного сообщества, возможно, смогут привести стороны к некоторому компромиссу. Мы ведем переговоры с Израилем постоянно. Например, сейчас, в Катаре, мы исходим из того, что Израиль должен прекратить агрессию. Это истоки конфликта. Эскалация и в Красном море, и в Ливане, и в других районах, и, конечно, в секторе Газа. Наши совместные усилия по-прежнему направлены на то, чтобы остановить агрессию и положить конец гуманитарному кризису, который стал ее результатом и который усиливается с каждым днем. К слову, улучшить положение сектора Газа могло бы открытие Израилем филадельфийского коридора, через который гуманитарные организации смогут поставлять помощь палестинцам. В офисе министра обороны Израиля это не исключают. Необходимо решение, которое остановит попытки контрабанды и перекроет потенциальные поставки для Хамаса, также позволит вывести войска Цахал из коридора в рамках программы освобождения заложников. Возможно, если стороны сумеют договориться и найти компромисс, это может послужить первым шагом на пути к мирному урегулированию в секторе Газа. Тагир Валиди, Антон Сухоруков, РТВА. Сразу трех высокопоставленных сотрудников Белого дома вызвали, чтобы дать показания о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Расследование будет проводить Комитет по надзору Палаты представителей, где большинство мест сейчас у республиканской партии. Среди тех, кто получил повестку, например, есть старший советник первой леди Джил Байден Энтони Бернала. В приложенном республиканцам письме говорится, что президент явно не подходит для своей должности, однако его сотрудники пытаются скрыть правду от американского народа. В Белом доме назвали повестки беспочвенным политическим трюком. На фоне критики возврата Байдена, журналисты говорят о разладе и в демократической партии. Тем не менее, большинство сенаторов-демократов публично продолжают поддерживать нынешнего главы государства. Вы можете пересчитать по пальцам одной руки количество демократов, которые призывали Байдена выйти из гонки, но знаете, большинство этого не сделало. Я считаю, что мы сосредоточены на том, как стратегически лучше всего работать в течение следующих 117 дней, говорить с избирателями, мобилизовывать их и обеспечить нашу победу в ноябре этого года. При этом другой лагерь склоняется к замене кандидата. Один из главных фандрайзеров-демократов Эндрю Тобиас считает, что у партии будет гораздо больше шансов на победу в ноябре, если президент передаст эстафет. Выйти из гонки Байдена призывает и голливудский актер, и давний сторонник демпартии Джордж Клуни. В своей колонке в New York Times он написал, что за последние четыре года Байден выиграл множество битв. Однако в битве со временем ни он, да и никто другой победить не может. В Боснии и Герцеговине захоронили останки 14 человек, погибших во время резни в Сребренице 29 лет назад. Церемония прошла на кладбище мемориального центра на востоке страны. На данный момент там уже похоронено свыше 6 тысяч человек, однако тела погибших находят до сих пор. Трагедия в Сребренице произошла 11 июля 1995 года. Тогда сербы убили более 8 тысяч боснийских мусульман, еще около 25 тысяч человек насильно вывезли из региона. В 2007 году Международный трибунал, побывший Югославией, назвал произошедшее в Сребренице актом геноцида, но постановил, что не может возложить вину за эти события на Сербию. Сегодня почтить память жертв тех событий к мемориалу недалеко от Сребреницы пришли тысячи человек. А накануне свою акцию памяти в центре Белграда провели сербские правозащитники. Сегодня для нас важно обратиться не только к властям Сербии, но и к гражданам, чтобы сказать, что Сербия обязана объявить 11 июля днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Не только потому, что это международное обязательство или предпосылка для европейской интеграции, или присоединение к сообществу прогрессивных наций, но и потому, что это в первую очередь уважение к жертвам, а также к нам, жителям Сербии. Чуть больше месяца назад ООН приняла резолюцию о признании событий 11 июля 1995 года геноцидом и учредила ежегодный день памяти жертв резни в Сребренице. Власти Сербии документ осудили. Президент страны Александр Вучич заявил, что это решение только вскроет старые раны и приведет к политическому хаосу в регионе. Из 193 членов организации за резолюцию проголосовали 84, против 19, включая Россию. По словам постоянного представителя при ООН Василия Набензи, целью документа является не память о жертвах, а демонизация одного из народов, бывшей Югославии. Возвращаемся в прямой эфир на РТВА. Меня зовут Лиза Паршина, вы смотрите «Большой Несток», и здесь мы рассказываем о главных событиях этого дня. Ереван и Бакум близки к заключению мирных договоренностей, уверен госсекретарь США Энтони Блинкен. Накануне в Вашингтоне он встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзаяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. И после окончания переговоров они подтвердили, что прогресс есть. А также выразили надежду, что договор будет направлен на установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Подробнее о встрече дипломатов расскажет мой коллега Артур Хачатрян. Он на прямой связи со студией. Артур, привет. Удалось ли договориться о чем-либо? Лиза, привет. Но обычно об итогах подобных встреч становится известно не сразу, а спустя какое-либо время, две-три недели, когда участники этих митингов, этих встреч начинают раскрывать скобки и говорить о каких-либо договоренностях. Да и вообще не обязательно, что Еревану и Баку в Вашингтоне удалось вообще о чем-либо конкретно договориться. В данном случае важен сам факт встречи. Это действительно не пустые слова, потому что две столицы, две страны на высоком, на самом высшем уровне, на уровне руководителей не встречались многие месяцы. Это всегда вызывает беспокойство даже у обычных людей. Но в последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе спокойно каких-либо серьезных эскалаций нет. Возвращаясь к встрече, отмечу, что армянская и азербайджанская стороны после встречи ограничились общими фразами о полезности и необходимости подобных встреч и переговоров и, по сути, каких-либо важных заявлений пока не сделали. Армянская страна вообще до встречи отмечала, что какую-либо договоренность официальной по поводу переговоров Мирзаяна и Байрама в Вашингтоне нет. Но, видимо, об этом удалось договориться уже на месте при посредничестве американской страны. Вот Энтони Блинкен высказался и сделал самое важное замечание и заявление по поводу встречи, сказал, что у Еревана и Баку действительно есть возможность подписать этот документ, который постепенно становится пресловутым и который стороны называют мирным договором. Давайте послушаем, что дословно сказал главный американский дипломат. Сегодня у нас есть возможность оценить достигнутый прогресс и то, что еще предстоит сделать. Но, судя по всем нашим контактам, в том числе за последние недели, я считаю, что обе страны очень близки к тому, чтобы достичь окончательного соглашения, которое Соединенные Штаты решительно поддержат. Поэтому я очень благодарен сегодняшнему дню за то, что мы снова подводим итоги и смотрим, что еще могут сделать Соединенные Штаты, чтобы помочь вам в достижении соглашения. Вот такое позитивное заявление прозвучало в Вашингтоне. Есть уже реакция официальной Москвы на решение армянских властей участвовать в мероприятии под эгидой НАТО. В целом, российские власти, Россия очень негативно оценивает тот факт, что союзник страны по ОДКБ Армения участвует в мероприятиях под эгидой НАТО и решает углублять отношения именно с силами, которые в России воспринимаются как, ну, скажем так, антироссийские. В целом, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин фактически открытым текстом сказал, что если Армения и дальше продолжит в том же ключе, то могут быть последствия для страны, так и как для страны, так и для региона Южного Кавказа. Давайте ознакомимся также с заявлением российского дипломата. Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе собственной безопасности. Лиза, ну и в конце добавлю, что отношения Москвы и Еревана продолжают ухудшаться. По сути, уже больше двух лет. Две столицы, два союзника когда-то не могут договориться по самым общим вопросам. Лиза. Ратур, верно ли я понимаю, что в Ереване уверены, что именно в Баку не торопятся подписать мирный договор? Так ли это? Если да, то почему? Лиза, в целом ты права. Заявление о том, что сейчас есть возможность, уникальная возможность подписать соглашение, которое должно положить конец многолетнему конфликту, звучат в армянской столице не впервые. Об этом даже в прошлом году говорил спикер надсобрания страны Ален Симонен, о том, что до конца года есть реальная возможность подписать документы, закончить со всем этим. Однако, этот мирный договор так и не удалось подписать, но заявления на этом не прекратились. В Армении до сих пор, даже в лице премьер-министра, говорят о том, что да, сейчас есть возможность, что стороны сблизили свои позиции и могут подписать это соглашение. Интересно, что в армянской столице звучат одни заявления, в столице Азербайджана совсем другие, совсем другая тональность. Там также говорят о том, что да, есть теоретическая возможность подписать мирный договор. Но вместе с тем, в последнее время уже очевидно, что президент страны Азербайджана Ильхам Алиев открытым текстом говорит о том, что для того, чтобы подписать мирный договор, Армения должна поменять свою конституцию и убрать любое напоминание о Нагорном Карабахе. В Баку говорят о том, что это является якобы претензией на территориальную целостность страны. Вот в такой ситуации возможно ли подписание мирного договора? Очень сложно сказать, потому что если в других вопросах Никол Пашинян пошел на уступки Азербайджану, к примеру, в вопросе нескольких сел, которые отошли Азербайджану за последние несколько месяцев, то ситуация с Конституцией сложная, потому что необходимо проводить референдум, а это долго, дорого, да и итоги этого референдума не очень очевидны. Лиза? Да, Артур, спасибо. На прямой связи был корреспондент РТВАй Артур Хачатрян. Южная Корея первой в мире разворачивает лазерное оружие для борьбы с северокорейскими беспилотниками. Об этом говорится в пресс-релизе Национального агентства по закупкам вооружений. Проект получил название «Звездные войны». Причем сбивать соседские дроны, лазером, Сеул планирует начать уже в этом году. Оружие будущего военной Южной Кореи создали совместно с компанией Hanva Aerospace, которая занимается производством и продажей оборонного оборудования. По словам разработчиков, лазерная установка под названием «Блок-1» невидима и бесшумна. Для работы ей нужно лишь наличие электричества, никаких отдельных боеприпасов. Поэтому стоимость одного выстрела крайне мала – всего полтора доллара США. Южная Корея – не единственная страна, озаботившаяся созданием лазерного оружия. В следующем году презентовать собственную разработку обещает, например, Израиль. Бесконечный магазин, дешевая стоимость выстрела и быстрая реакция – это главные плюсы лазерных систем ПВО, рассказал «РТВАЙ» военный обозреватель Давид Шарп. Но есть у них и минусы. У лазера по-прежнему ограничение по погоде. То есть сквозь туман и сквозь облака он что делать, в отличие от ракеты, стрелять не может. То есть там, где плохая погода – это большая серьезная проблема. Дальность, опять-таки, если мы говорим о 10 километров, а это примерная, например, дальность израильской системы, которая разрабатывает. Это, с одной стороны, немало, но, с другой стороны, достать что-то на большей дальности. Здесь будет проблема. Еще один недостаток системы – здесь лазерный луч вроде бы как один. То есть получается, что каждая цель должна быть положена лазерным лучом. Причем, возможно, это займет еще какое-то время, пока она его испечет. Это зависит от мощности. А в этот момент летит множество других целей. Уничтожить небольшой беспилотник Южнокорейский Блок-1 может за 10-20 секунд, утверждают в Сеуле. И обещают вскоре создать более мощные версии, способные сбивать даже самолеты. В последний раз, напомним, беспилотники Северной Кореи вторглись на юг в декабре 2022 года. Тогда южнокорейские военные выпустили по ним около сотни снарядов из малокалиберных зенитных орудий, но сбить так и не смогли. Дроны пропали с радаров. Одна из богатейших стран Южной Америки, Чили, переживает серьезный кризис, связанный с беспрецедентным ростом числа бездомных, которые наводнили улицы крупных городов страны. По данным местных властей, за последние четыре года из-за пандемии коронавируса и подорожания жилья, количество людей, оставшихся без крыши над головой, выросло сразу на 30%. Подробности в материале Василия Кучушева. Один из приютов для бездомных на окраине Сантьяго. Карен и Луис Салазар с детьми коротают время за настольными играми. В последнее время мы спали на улице вместе с детьми. Нет ничего страшнее этого. Семья Салазар приехала в Чили из Венесуэлы полгода назад. До Сантьяго Карен, ее муж и дети добирались на перекладных, прошли десятки километров пешком, через горы и пустыню, пережили в пути вооруженное ограбление, но устроиться на новом месте так и не удалось. У Карен и Луиса до сих пор нет ни жилья, ни работы. Наши планы на будущее – арендовать жилье, обосноваться здесь и перестать скитаться. Я очень хочу, чтобы мои дети чувствовали себя хорошо в Чили, могли учиться и заводить друзей. Это очень трудно – постоянно переезжать. Поэтому у детей нет друзей, у семьи нет стабильности. Мы хотим попытаться обосноваться, найти постоянный дом. Вот чего мы хотим на самом деле. Вот такие лачуги, здесь их называют Рукос, сейчас можно увидеть по всему Сантьяго. В последние годы столица одного из самых благополучных государств Южной Америки буквально наводнилась бездомными чилийцами и мигрантами из соседних небогатых стран. По данным местных властей, за последние четыре года граждан без определенного места жительства в стране стало больше на 30%. Сейчас, говорят чиновники, в Сантьяго их свыше 20 тысяч. При этом социальные работники, которые, как правило, лучше знакомы с ситуацией на местах, считают, что эта цифра занижена как минимум вдвое. Это связано с тремя причинами. Во-первых, дефицит доступного жилья, который выталкивает все больше людей на улице. Во-вторых, последствия пандемии, когда экономическая ситуация, затронувшая многие семьи, также вытолкнула людей на улице. Из-за пандемии коронавируса умерли мои мама и папа. У них был свой дом и другое имущество, но они продали его перед смертью. Так я оказалась на улице. Недавно борьба с ростом количества бездомных в стране была включена в список приоритетных задач правительства Чили. Власти уже объявили, что внесут оставшихся без крыши над головой людей в национальную перепись, что для начала позволит уточнить хотя бы их количество. Пока же, по данным местных правозащитников, проблему с бездомными в Сантьяго решает в основном полиция, которая регулярно сносит палаточные лагеря и выгоняет людей из центра города. На севере Лондона задержали 26-летнего Кайла Клиффорда. Его подозревают в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора BBC Джона Ханта. Вечером 9 июля преступник ворвался в дом журналиста с арбалетом. По данным полиции, перед расправой он связал своих жертв. Как выяснилось подозреваемый, бывший охранник был бойфрендом одной из дочерей Ханта Луизы. Найти его полицейские смогли спустя сутки в районе кладбища в Энфилде. Клиффорд был ранен, его увезли в больницу. Таймс пишет, что после произошедшего в Великобритании хотят пересмотреть закон о владении арбалетом. Сейчас это оружие не требует лицензии. А между тем, с начала года это уже четвертый случай нападения с арбалетом. В Боливии на улице Ла Пасса вышли сторонники действующего президента страны Луиса Арса и бывшего главы государства Эва Моралеса. Поводом для протеста стало заседание Верховного избирательного суда, на котором обсуждались сроки проведения всеобщих выборов. Собравшиеся там представители политических партий предложили отложить голосование и сначала провести судебные выборы. Боливия – одна из немногих стран в мире, где членов высшего, конституционного и других судов также определяют путем всенародного голосования. Оно должно было пройти еще в прошлом году, но тогда мандат судей продлили. Ранее за проведение судебных выборов выступали и сами сторонники Эва Моралеса, но в этот раз бывший глава государства предложением отложить всеобщие выборы остался недоволен и присоединился к протестующим на улицах. Толпа взрывала петарды и жгла флаги сторонников действующей власти. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Ранее бывшие и действующие глава государства и сами были сторонниками. Так, в годы правления Моралеса Луис Арса занимал пост министра экономики, а на выборах 2020 года и вовсе считался его преемником. Но теперь отношения двух политиков испортились на фоне споров о том, кто должен баллотироваться на следующих президентских выборах от правящей партии «Движение к социализму». После попытки госпереворота, которую в конце июня предприняли военные, Эва Моралес сначала осудил действия мятежников, а потом обвинил в инсценировке самого Арса. Всеобщие выборы в стране, отмечу, должны пройти уже в следующем году. К нашему эфиру присоединяется кандидат политических наук, научный сотрудник и меморан Антон Борейко. Антон, приветствую вас. Здравствуйте. Почему сторонники Моралеса, да и он сам, передумали и теперь не хотят как можно скорее провести судебные выборы? Ну, это только так выглядит, да, что они передумали. На самом деле они абсолютно не передумали, да. Тут немножко надо посмотреть на вопрос шире. Вся проблема в чем заключается? Эва Моралес по решению Конституционного суда в 2017 году имеет право на бессрочное переизбрание, да. Но в 2023 году уже при Арсе это решение было пересмотрено и, соответственно, Конституционный суд запретил ему переизбираться неограниченное количество раз, фактически исключая его из политической борьбы в принципе. Поэтому на протяжении 2023 года и Моралес, и его сторонники выступали за то, чтобы как можно скорее прошли выборы в суд, чтобы изменился состав Конституционного суда. Да, туда попали сторонники Моралеса, которых становится все больше. Потому что ситуация непростая в Боливии, не все довольны политикой Арсе. Вот, хотят больше, так сказать, да, централизации. Вот, собственно говоря, именно поэтому Моралеса выступал за то, чтобы как можно быстрее прошли выборы судей, да, чтобы его сторонники разрешили ему, соответственно, выдвинуть свою кандидатуру на всеобщих выборах 2025 года. Выборы всячески откладывались. Здесь высший избирательный трибунал продолжал придерживаться позиции Конституционного суда о том, что избираться на неограниченное количество сроков Моралес не может. Вот, соответственно, сторонники Моралеса неоднократно выходили на улицы. И вот, наконец, да, собрались все партии. Это вчера буквально произошло. Высший избирательный трибунал собрал все партии, глав партий. И в том числе там присутствовал Моралес, и они в результате переговоров выработали документ. Да, в чем суть этого документа была? Давайте мы отложим праймерис, разберемся, соответственно, с выборами в суд. Вот, и парламент страны примет соответствующий закон. Все подписались, Моралес не подписался. Почему? Потому что в этом заключении, да, черным по белому было прописано, что принимается решение Конституционного суда 23-го года. То есть Моралесу фактически предложили подписать свою капитуляцию, на что он пойти не мог. Поэтому он прямо там, в зале, заявил о том, что борьба уличная продолжится, и покинул, не дожидаясь окончания этого совещания. То есть он не пересмотрел, он придерживается своей позиции. И вот про борьбу я хочу вас еще спросить, потому что совсем недавно, в конце июня, Боливия пережила попытку госпереворота, тоже, в принципе, из-за выборов. И, на ваш взгляд, стоит ли ждать повторения чего-то подобного, массовых беспорядков или путча? Я думаю, да, с высокой долей вероятности мы сейчас видим процесс радикализации, да, серьезный, который во всей Латинской Америке происходит, потому что социально-экономическая обстановка в регионе достаточно тяжелая. После финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов регион не восстановился. В 2019 году был всплеск протестов, вот, очень высокий уровень социально-экономического неравенства и, соответственно, радикализация, да, то есть решать социально-экономические проблемы приходится все более радикальными способами. В чем, собственно, и конфликт, на мой взгляд, Моралеса и Арса? Арса, он более сторонник такой умеренной, да, социально-демократической политики, а Моралес, он, наоборот, более радикален в этих вопросах, да, он за национализацию и так далее. Поэтому я думаю, да, вполне вероятно, что эти выборы будут непростыми. Антон, а свойственно ли Боливии вообще такое явление, как резкий рост насилия в сезон выборов? Вот то, что мы совсем недавно наблюдали в Мексике, например, нападение на кандидатов и не только. Ну, я думаю, Боливия здесь чем-то радикально не отличается от других латиноамериканских стран, да, даже есть вот у нас латиноамериканец в такое понятие виоленсия, то есть насилие в Латинской Америке крайне высокий его уровень. Безусловно, что в периоды, да, когда у нас идут электоральные циклы, когда идут выборы, вот, сталкиваются сторонники противоположных, да, позиций, при том, что Моралист и Арс, они как бы не на противоположных позициях, они левый фланг, да, есть еще и правый, а есть еще и крайне правый. Вот, поэтому я думаю, да, в целом всегда вот процессы выборов, они приводят к радикализации, еще больше радикализации. Антон, благодарю вас. Антон Борейко, кандидат политических наук, начинственный сотрудник и меморан был в эфире RTVI. До старта Олимпиады в Париже осталось две недели, а безопасность воды в Сене все еще под вопросом. Специалисты взяли пробы в районе моста Александра Третьего, где должны пройти соревнования по триатлону. Оказалось, что содержание кишечной палочки там вдвое выше допустимого уровня, а в отдельные дни после дождя зафиксировано десятикратное превышение, передает Сене. Впрочем, власти Олимпийской столицы сохраняют оптимизм. Мэр Парижа Анна Дальга объявила, что на следующей неделе сама совершит заплыв, чтобы показать, сено пригодно для соревнований. В июне скупаться в этой воде пообещал и президент Франции Эммануэль Макрон, чем вызвал бурную реакцию горожан. В соцсетях распространился призыв использовать в этот день реку в качестве отхожего места. Но президентский заплыв перенесли на 25 июля. Купание в Сене, напомню, было запрещено еще сто лет назад. Однако власти Парижа потратили полтора миллиарда евро, чтобы очистить ее к летним играм. Ключевым проектом стал подземный резервуар «Аустерлиц». Он способен вместить порядка 20 олимпийских бассейнов, сточных и дождевых вод, предотвратив их сброс в реку. На Олимпиаде в Париже в третий раз в истории игр свою команду представит сборная беженцев. Она состоит из 36 человек со всех уголков земли, которые потеряли родину и теперь начинают жить с чистого листа вдалеке от дома. Как к главному мировому турниру готовятся жертвы войны и репрессий? В материале Николая Литовкина. Спустя две недели слезы боли от жизни в бегах для этих людей сменятся на слезы радости. В третий раз в истории Олимпийских игр под своими знаменами выступит сборная беженцев. В нее входят 36 человек из 11 стран. Среди них жертвы войны и политических репрессий из Сирии, Кубы и Афганистана. Манижи Талаш, который недавно исполнился 21 год, несколько лет назад пришлось бежать на американском военном самолете в Испанию из-за любви к брейк-дансу. Однажды я увидела в интернете, как парень крутится на голове. Сначала я не поверила своим глазам, но потом оказалось, что этому действительно можно научиться. Я долго искала где и, наконец, нашла студию брейк-данса в Афганистане. Я пришла туда и оказалось, что я единственная девочка в зале, где тренируется 55 парней. Я посмотрела на них и сказала себе, если получается у них, то смогу и я. И я начала заниматься брейк-дансом. В Афганистане она работала в салоне красоты в отдаленном городе в горах. Но с приходом талибов к власти жизнь ее изменилась навсегда. Она больше не могла заниматься любимым делом, свободно передвигаться по улице, не говоря уже о том, чтобы представлять свою страну на международной арене. Когда талибы увидели, что девочка занимается танцами, то им это очень не понравилось. Они вообще считают, что девушки не должны танцевать или заниматься каким-либо спортом. Сейчас женщины в Афганистане вообще не могут ничего делать. Мы не имеем права выходить из дома или учиться. Нам запрещено вообще что-либо делать. Региональные власти потребовали выгнать девушку из зала. Однако руководство клуба отказалось. И тогда ситуация зашла так далеко, как никто не мог вообразить. Они начали угрожать и даже установили бомбу у входа в клуб. Ребятам пришлось закрыть зал. Какое-то время мы тренировались дома. Но затем они пришли за мной и мне пришлось бежать из страны. Девушке удалось бежать благодаря американским солдатам. Они спрятали ее на одном из военно-транспортных самолетов и перевезли в Испанию, где она сейчас живет и тренируется. Однако Манижа далеко не единственная, кому пришлось покинуть дом из-за гонений на родине. Олимпийский чемпион по гребле Фернандо Дайан Хорхейн Рикке, который бежал с Кубы в 2022 году, готовится к своим третьим играм. В этот раз уже в числе беженцев. Я уехал в США, потому что не был согласен с политикой властей. Мне не нравилось, как наша власть относится к людям. Мы для них как скот. Чем успешнее развивалась моя спортивная карьера, тем правительство все больше вмешивалось в мою жизнь. Мне это не нравилось, и я решил уехать. В отличие от многих других, у Фернандо есть имя в спорте, и жизнь ему выглядит иначе, чем у большинства беженцев. Он живет в небольшом доме в штате Флорида. Каждый день встает за несколько часов до рассвета, берет свое каноэ и направляется к близлежащему водоему на первую из трех тренировок в день. Однако далеко не всем удается жить таким образом. Кубинские власти используют все возможные рычаги, чтобы беженцы не смогли не то что участвовать в Олимпиаде, но даже заниматься профессиональным спортом дальше. Вы даже не можете себе представить, сколько спортсменов бежали вместе со мной в США. Большинство из них не может даже оформить документы и продолжить свою карьеру в статусе беженцев. Девять лет назад аналогичный путь прошел Мохаммед Амин Аль Салами. В 2015 году его дом в Олеппе разрушили боевики ИГИЛ. Чудом ему удалось выжить во время обстрела, и единственным выходом для него стал побег из страны. Путь 45 километров до границы соседней Турции он прошел пешком, питаясь лишь тем, что удавалось найти по пути. Затем ему предстояло пересечь Средиземное море на резиновой лодке, чтобы добраться до соседней Греции. И оттуда вновь пешком и на перекладных до Германии. Спорт для меня действительно стал смыслом жизни, особенно здесь, в Германии, где я совершенно один. Жизнь здесь сложная, но когда я тренируюсь и побеждаю на соревнованиях, все проблемы отходят на второй план. Салами был самым младшим из девяти детей в своей семье. Родители не могли прокормить их всех в Турции, и он решил перебраться в Европу и строить жизнь самостоятельно. В первой неделе в Берлине он искал стадионы по гугл-картам и однажды встретил своего тренера, который увидел потенциал в исхудавшем мальчике из Алеппо. Германия и сборная беженцев оказали мне неимоверную поддержку. Без помощи властей я бы не смог оказаться здесь сегодня. Я очень много работал, чтобы заполучить место в сборной и выступить на Олимпиаде. И я хочу как минимум добраться до финала и доказать всему миру, что мы не просто беженцы, а в первую очередь спортсмены. О создании сборной беженцев Олимпийский комитет впервые объявил в 2016 году. Она должна была стать символом надежды для всех людей, кому пришлось покинуть дом из-за войны. Нынешняя Олимпиада в Париже станет уже третьей на счету команды. 26 июля впервые в истории они выйдут со своим флагом, символом свободы, который у них никто не отнимет. Николай Литовкин, Кирилл Литовкин, RTVI. Африканские львы, братья Джейкоб и Тибо, установили абсолютный рекорд по плаванию для своего вида. В поисках самок для спаривания они проплыли полтора километра по водоему, кишащему нильскими крокодилами и бегемотами. За их приключениями зоологи следили больше года, как за настоящим реалити-шоу. И вот, наконец, публиковали статью в журнале Ecology and Evolution. На записи, сделанные учеными в феврале, видно, как Джейкоб и Тибо пересекают канал Козинга в Национальном парке Королевы Елизаветы на юго-западе Уганды. То и дело львы меняют траекторию, вероятно, как раз пытаясь оторваться от водных хищников. По словам зоологов, заплыв для братьев осложнялся еще и тем, что у 10-летнего Джейкоба всего три лапы. Несколько лет назад он попал в браконьерскую петлю. Это, наверное, самый выносливый лев на континенте. Я имею в виду, что он потерял лапу в ловушке. Затем, через полгода после этого, всю его семью отравили. Его прайд был фактически расколот надвое. Вскоре после этого его сильно ранил Буйвол. Затем он прошел 75 километров на север вместе со своими братьями, пытаясь найти новый дом и потерял одного из братьев. И теперь мы видим, как на закате жизни он идет на самый большой риск ради того, чтобы передать свои гены. Он будто бы говорит, я не собираюсь сдаваться. По мнению исследователей, столь активные перемещения братьев связаны с тем, что в национальном парке найти себе пару крайне сложно. На одну львицу здесь приходится сразу два льва, тогда как в здоровой популяции должно быть наоборот. Самок активно травят сами угандийцы, живущие на охраняемой территории. Они подбрасывают львицам отравленные туши, защищая таким образом свой скот и огороды. Продолжение следует...